Итак, Санкт-Петербург, компания Xenaviru, очередной автомобиль Kia Optima. Автомобиль имеет штатную навигацию. Магнитола заводская, не китайская, оригинальная. Это то, что изначально идет с завода. Вот такое у нас волшебное меню. Наверняка, если у вас такая же машина, вы его легко узнаете. Все бы в этой автомобиле ничего, кроме одного. Автомобиль эксплуатируется в Санкт-Петербурге. Автомобиль хочет кататься по Яндексу, смотреть телек, смотреть YouTube. То есть, чтобы из штатной магнитолы мы сделали бы все-таки более современную, более удобную. Мы не будем использовать никаких китайских блоков. Мы именно изменим прошивку. То есть, мы добавим к штатной системе наше дополнительное приложение на Android. Туда вы сможете поставить любые приложения, которые будут необходимы после перепрошивки нами магнитолы. Также будет современная навигация, современные прошивки и все остальное. Значит, работа у нас на это время будет затрачена порядка часа. Максимум полтора. Это если не объяснять, как всем пользоваться. Данное решение мы можем делать удаленно. То есть, в случае, если необходимо, можете к нам обращаться, подскажем, как это все дело реализовать. Это касается не только России, но и Европы, и других стран. Делаем машину, прошиваем. Все пункты остались в штатном режиме, будь то радио, медиа там или что-нибудь в этом роде. При нажатии кнопки Map у нас появляется подменю. Здесь мы можем видеть YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, стрелку, VLC Player. Зайдем в Яндекс.Навигатор и что мы видим? Мы видим Яндекс.Навигатор с пробками полностью все карты. Забьем, допустим, маршрут. Давайте АЗС. Он нашел АЗС и к нему можно выдвигаться. Маршрут построен. И, соответственно, поехали. Что у нас еще присутствует? У нас присутствует Яндекс.Музыка. Здесь нужно зарегистрироваться, чтобы слушать музыку. Но в целом она работает. YouTube. YouTube. Соответственно, звук передается на штатной колонке. Качество можно выставить, какое вам удобно будет смотреть. Wi-Fi можно подключить через раздачу с телефона. Раздаем с телефона, подключаемся. У нас все работает. VLC Player. И, соответственно, будет считывать данные с флешки. У нас на флешке сейчас есть аудио. Воспроизводим. И пошла музыка. Работу выполняла компания Axanavi.ru. Санкт-Петербург. Спасибо за внимание. Санкт-Петербург.